Рассказы у камина Зазеркалье Бывает так, что зеркала отражают совсем не то, что перед ними находится. В начале 90-х годов приходилось мне подрабатывать в охране. У меня были ночные смены в здании детского сада. Вечером я заступал на дежурство, а утром сдавал смену. Здание было довольно большое и приходилось делать обходы. В случае, который произошел в одну из ночей, нельзя отнести к страху или усталости. Дело в том, что кто бывал в карауле, знает, что страшно несколько первых ночей, затем идет адаптация и на все эти мероприятия психика реагирует спокойно и адекватно. В первые дни караульной службы мотивы беспокойства у всех разные и индивидуальные. Например, склад, который я охранял на военных сборах, был хорошо освещен прожектором и все было видно. Но у меня было устойчивое ощущение, что самая большая ценность в этой ситуации – мой автомат, а не материальной ценности на складе. И если будет нападение, то исключительно для овладения моим оружием. Так мне казалось тогда в молодые годы. Безусловно, автомат – это ценность. Я и сейчас это вижу. В буржуазном государстве у того, у кого есть, так сказать, автомат в виде армии и спецслужб, тот и пишет законы, распределяет ресурсы, в общем, руководит. Невольно вспомнили слова Абдуллы из фильма «Белое солнце пустыни». Кинжал хорош для того, у кого он есть, и плохо тому, у кого он не окажется в нужное время. Когда начиналась ночь, я пристегивал к ремню чехол, в котором был нож. Это было единственное спецсредство, которое я носил при себе. Нож был почти копией армейского штык-ножа, а чехол – из грубой толстой кожи. Было около двух часов ночи. Я сидел в кресле и читал книгу. Со стороны актового зала раздался громкий шум в виде удара. Этот удар я легко идентифицировал. В молодости мне приходилось играть на пианино, и звук захлапывающейся его крышки я не мог спутать ни с чем. Пианино было в актовом зале. В этом зале проходили утренники, музыкальные и спортивные занятия для детей. Я встал, проверил ремень с ножом и пошел открывать актовый зал. Свет в зале я не стал включать. На улице было хорошее освещение, и в зале все было видно хорошо. Да если включить свет, то в первый момент глаза не будут видеть, пока не адаптируются. Этот момент – несколько секунд. Может стать фатальным для охранника. Я зашел в зал и увидел свое отражение в витражном зеркале. По стенам их было довольно много, в полный рост. Мне показалось странным, что мое отражение как бы запаздывает, как на зависающей видеокамере с отставанием от событий. Я огляделся, включил свет, проверил окна двери, но следов проникновения не обнаружил. Выключил свет и вышел. Решил сделать повторный обход всего здания. Уже возвращаясь с обхода, мне отчетливо вспомнилось. Я не видел в зеркале отражения на себе ремня с ножом. Бегом в актовый зал, и я у зеркала. Все нормально, движения повторяются с реальной скоростью. Ремень и чехол с ножом на мне хорошо видно. Из этих странных событий продолжением является то, что этот нож у меня пропал. Куда он делся, я не могу понять. Я редко его забирал с собой. Обычно оставлял в подсобке у себя в сумке. Важен сам факт. Я лишился вещи, ценной и нужной для меня. И эта вещь не отразилась в зеркале. Сейчас, спустя много лет, это событие иногда всплывает в моей памяти. А что еще не отражалось в зеркале? Что вообще не отражалось в зеркале? Смотрите продолжение в следующей серии.